Расшилируй. Величайший из всех голландских художников-реалистов, мастер цветочного натюрморта, первая женщина, принятая в гильдию художников Гааги. Она специализировалась на цветочных картинах и натюрмортах в традициях других женщин-художников золотого века Голландии, таких как Джудит Лейстер, Мария Ван Остервейк и Мария Сабилла Мириэн. Вдохновленная прекрасным голландским реализмом, Яна Девитса де Хэма на протяжении 65 лет писала только цветочные натюрморты, разбираясь в ботанике, добиваясь поразительной точности в изображении растений. Расшили родилась в Гааге, была первой из 12 детей Фредерика Рюйша, профессора ботаники, анатомы, ученого и художника-любителя. Ему предложили преподавать анатомию студентам и стать директором недавно основанного ботанического сада «Артус Ботаникус», и они переехали в Амстердам. Фредерик собирал огромное количество разнообразных растений, красота которых повлияла на его дочь юных лет. Художественный талант своей дочери Расшель Фредерик Рюйш заметил, когда она помогала ему в оформлении гербариев, делала зарисовки. Быстро стало понятно, что Расшель очень хорошо удаются изображения цветочков, растений, всяких мелких гадов и насекомых. Ей было 14 лет, она была набожна, богата, призрак замужества не тревожил ее светлую голову, и было решено развивать талант. В то время это выглядело немного странно и, возможно, скандально, но в семье, где полдома занимает музей с анатомическими натюрмортами, действовали другие правила. Семья жила на цветочном канале, и соседам моим приходился знаменитый художник, мастер натюрморта Вильям ван Алст. На всякий случай, на обучение отдали сразу двух дочерей, в надежде, что у младшей Анны тоже обнаружатся способности. Расшель была очень внимательной и настойчивой. Ван Алст обучал ее придавать цветам на картине объем и живость, располагать их так, чтобы создавалось впечатление легкости и творческого беспорядка. До самой смерти учителя в 1683 году Расшель оттачивала свой талант и находила новые методы изображения растений. И, возможно, уже тогда стало ясно, что она не бросит живопись, как многие дамы из высшего света. В 18 лет она стала подписывать свои картины. Ее сразу стали называть вундеркиндом из Голландии и нашей тонкой героиней искусства. В то время в Голландии царило устремление к природе. Жители городов разводили огородики, сажали растения, разбивали сады и парки. Страна стала крупнейшим импортером новых и экзотических растений со всего мира. Цветы, в которых раньше видели лишь лекарственные свойства, стали цениться за красоту и аромат. Были очень популярны пестрые или пылающие тюльпаны с полосками контрастных цветов на лепестках. На самом деле окрас был вызван вирусом, и жизнь этих цветов была коротка, что делало их в глазах голландцев еще более ценными и желанными. Рюш с ее знаниями ботаники и скрупулезным подходом к живописи соответствовала общим настроениям страны, и это сделало ее популярной. В возрасте 29 лет Рошель вышла замуж за художника-портретиста Юрия Дана Пола. Он был на год младше жены, но уже успел хлебнуть горе и отчаяние. Его отец и мать рано умерли, и некоторое время Юрий Дан провел в приюте. До наших дней сохранились его картины, в том числе автопортрет, где он изобразил себя в сиротской одежде, в красной курточке с синими рукавами. Сейчас здание его бывшего приюта располагается в историческом музее Амстердама, где можно увидеть это полотно. Помимо живописи он занимался торговлей кружевами и был близок ко двору. В семье Рюйш Пол родилось 10 детей, трое умерли сразу, а еще четверо в подростковом и молодом возрасте. Рошель продолжала писать всегда, даже в самые тяжелые периоды жизни. Однажды Юрий Лан Пол потерял благословность двора, и это существенно уменьшило доходы. Деньги, которые художница получала за своей работой, сделали ее кормилицей семьи. В 1701 году Рошель стала первой женщиной-живописцем, принятой в Братство художников Гааги. Следующий шаг в творческой карьере – должность придворного художника курфюрста Фальского Иогана Вильгельма. С 1708 по 1716 год. Он был страстным почитателем искусства и заботливым работодателем. Освободил Рошель от нахождения при дворе в Дюссельдорфе, и она по-прежнему жила в Амстердаме. Ей платили стипендию, и по условиям сотрудничества она писала одну картину в год для коллекции курфюрста. Помимо дистанционной придворной работы у Рошель был свой агент, и она получала заказы на картины от иностранных коллекционеров. А в 1723 году в жизнь Рошель вмешался счастливый случай. Она выиграла в лотерею северных Нидерландов 75 тысяч гульденов – огромная сумма, которая решила все финансовые проблемы семьи. На тот момент муж художницы и ее сестра Анна бросили живопись. Сама Рюш больше не нуждалась в работе, чтобы прокормить семью, но, будучи дочерью своего отца, находила секрет долголетия в постоянной работе. Известны ее картины «Земля в лесу», «Фрукты, цветы, рептилии и насекомые на краю леса», «Букет в стеклянной вазе». Картину «Земля в лесу» Рошель Рюш написала в возрасте 23 лет. Она была молодой художницей. Впереди несколько лет девичества, которые Рюш потратит на живопись. Она выйдет замуж в 29, родит 10 детей. Позади пять лет обучения у художника-легенды Вильяма ван Алста, который успел поделиться с ней главными секретами, как писать объемные цветы, реалистичные фактуры и делать композицию нескучной. Полотно выполнено в манере сатабоско, как называли ее итальянцы. У голландцев это лесной натюрморт. Это изображение клочка земли с растениями, мелкими животными и уголком пейзажа, чтобы не оставалось сомнений, что дело происходит на природе. Картины в этом жанре всегда темны, потому что по его закону живописать полагалось вечер и сумышки. Еще один секрет этих полотен. Для пущей достоверности при написании мха использовали живой мох, который окунали в краску и прикладывали к холсту. Родоначальником этого жанра в Голландии считают другого Налста – Отто Марселуса Ванскрика. Он тоже мог стать преподавателем рюч, но умер, так и не заполучив ученице будущую Минерву из Амстердама. Картина «Земля в лесу» – отличный образец лесного натюрморта. Условия темной и есть кусочек пейзажа соблюдены, и в то же время виден авторский почерк. Цветы изображены повдоподобно, их расположение на полотне – сложная композиция. Растения не позируют, они написаны хаотично и естественно. Примерно до 1716 года Рашель Рьюиш часто пишет картины в этом жанре, такие как цветы на стволе дерева, насекомые ясерицы в лесу. Но со временем у художницы выработался свой стиль – самословатые букеты на темном фоне, любимые многими коллекционерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При жизни Рьюиш невозможно было просто так купить ее картину. Приходилось делать заказ у агента за год вперед и терпеливо ждать. Последняя картина Рашель подписана 1747 годом, художнице было 83. Она овдовела и в живых оставались только трое ее сыновей. И вот тогда она перестала писать, спустя 65 лет после первых опытов. Субтитры создавал DimaTorzok В год ее смерти ей преподнесли подарок – сборник стихов о ее творчестве. Стихи для прекрасной художницы, мастерицы Рошель Рьюиш. Она стала первым живописцем Голландии, удостоенным такой чести. Из 250 известных полотен Рьюиш до нашего времени уцелели лишь около сотни картин. Как и работы ее отца, они поражают даже спустя несколько веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok